Продолжение следует... Иногда ее жизнь напоминала самый настоящий приключенческий роман, а временами была похожа на мелодраму. Она росла как настоящая персидская принцесса, но с детства мечтала стать актрисой. Ирина Айзер добилась своей цели и начала сниматься в кино. А когда ее жизнь сделала очередной крутой поворот, встала за прилавок на рынке. На сегодняшний день ее имя мало кому известно, но в 70-х ее именовали советской Мэрилин Монро, а могущественный отчим величал ее феей цветов. У Ирины все было необычным. И внешность, и имя, и паспортные данные, собственно и сама жизнь. Все ей прочили сногсшибательную карьеру, а она, сыграв несколько незначительных ролей в начале 90-х, вообще исчезла с экранов. Как сложилась жизнь этой прекрасной женщины? Давайте обо всем по порядку. Биография Ирины Айзер началась теплым вечером 19 сентября 1949 года в столице Азербайджана, городе Баку. Как сообщает большинство официальных источников, ее отец был поляком, испытывавшим военные самолеты. По неизвестным причинам он вернулся в Польшу, бросив свою крошку дочь, которой дал имя Ирен. По другим данным, ее отцом был не поляк, за которым по необъяснимым причинам не поехала в дружественную Польшу мать Ирен. А Абдул Риза Айзер, нувариш из Тегерана, миллиардер, нефтяной магнат, по совместительству работавший в контрразведке, плюс бывший ярым коммунистом. Отчасти этот факт подтверждает не только невероятно сильная привязанность Ризы к своей падчерице, но и то, что он в документах записал девочку, как иранку. Мама будущей актрисы Ирен Айзер была казачкой. Есть сведения, что в смутные годы революции ее собственную мать, бабушку нашей героини, тоже казачку изнасиловал матрос. В результате этого неприятного действия и появилась на свет мама Ирен. Она была очень боевой девушкой, принимала участие в Великой Отечественной войне. После рождения дочери и возвращения мужа в Польшу она не осталась без мужского внимания. Ее новым супругом стал ранее упомянутый Рене Айзер. Он был одним из потомков состоятельной династии. В свое время Розе учился в Сарбоне, потом был вхож в окружение известного шаха Пихлеви. Через некоторое время Айзер влился в ряды коммунистов. В 1945 году произошло покушение на Пихлеви. Айзер был под подозрением, в результате чего его приговорили к казни. Однако этому коммунистическому деятелю удалось перебраться на территорию Советского Союза. По благоприятному стечению обстоятельств он во время переворота находился рядом с границами Союза. По официальным источникам после свадьбы новый супруг удочерил Ирен, дал ей свою фамилию, отчество и записал ее в документах иранкой. Теперь ее новое имя звучало как Ирен Абдур Резаевна Айзер. Вскоре у Ирен появилась сестренка Диларам. В Баку семейство проживало в роскошной резиденции. Как рассказывали люди, входившие в круг их знакомых, Реза бежал из Ирана в СССР не с пустыми руками, а с ларцом драгоценностей. КГБ оставило половину вещиц из волшебного ларца, а кроме того выделило роскошный особняк, в свое время принадлежавший азербайджанской аристократии. Для своей падчерицы Реза устроил в саду резиденции огромный плавательный бассейн. Излишне говорить, что сестры росли ни в чем не нуждаясь. Ирен Айзер с детства была весьма красивой девочкой. С ранних пор она о карьере кинозвезды не грезила, но блистать в обществе очень хотела. Любопытный факт, Реза общался с ней только на фарси. В результате Ирен удалось выучить этот язык в совершенстве. А вот у младшей сестры таких успехов не наблюдалось. Сам же Реза Айзер занялся переложением фарси на латиницу. Именно он перевел на русский известную поэму под названием «Шахнаме». Также он, защитив диссертацию, стал доктором наук. После этого его перевели в Москву. Он стал преподавателем в Институте Востоковедения. Естественно, все семейство также оказалось в столице. По другим данным, в Москву семейство попало после террористического акта, устроенного в их роскошной резиденции по политическим мотивам или изместе, сторонниками режима, установившегося в те годы в Иране. Когда Иран Айзер было 16, она начала зарабатывать. Реза смог договориться, чтобы ее трудоустроили в качестве фотомодели и манекенщицы на предприятии «Союз Мехторг». Она проработала там несколько лет. Актриса вспоминала, что ее сильно изнуряли длительные съемки и показы, но при этом она всегда была довольна работой, ведь плакаты с ее фотографиями лежали на прилавках многих соответствующих магазинов. Во второй половине 60-х Иран уже знала, чего она хочет от жизни. Ждала она не славы модели, она захотела связать свою жизнь с киноиндустрией. По воспоминаниям ее бывшей подруги, во ВГИК Иран поступила по звонку с Лубянки. Ее буквально навязали в ученице Сергею Герасимову. За это Мэтр отомстил неугодной студентке, запретив ей сниматься в фильме «Старый знакомый» продолжение знаменитой «Карнавальной ночи», где ей, совсем еще молоденькой студентке, предложили главную роль. Как знать, может, если бы Ирэн Айзер тогда сыграла бы в этом проекте Ильинского, ее карьера и жизнь сложились бы иначе. В дальнейшем Герасимов видя, что протеже власть имущих, Ирэн Айзер действительно талантливо предложил ей роль в своем фильме «У озера». Во ВГИКе будущая актриса училась вместе с Белохвостиковой, с Передоновым, Николаем Еременко. По их воспоминаниям, она была очаровательной девушкой, которая всегда одевалась с иголочки, приезжала в институт на такси и часто посещала дорогие рестораны. Неудивительно, что в поклонниках у Ирэн недостатка не было. Говорят, за ней ухаживал даже Никита Михалков. Ирэн начала сниматься в кино еще в студенческие годы, дебютировала в курсовых и дипломных фильмах студентов ВГИКа. После лекций она проводила много времени в учебных студиях, самостоятельно училась накладывать грим, делать прически, подбирать костюмы. И чувствовала она себя совершенно счастливой, занимаясь любимым делом. Уже на третьем курсе она стала играть не только в студенческих фильмах. Первая картина Ирины была «Бабье царство», где она сыграла небольшую роль. После этого был герасимовский фильм «У озера». Затем «Красный агитатор» Трофим Глушков, снятый Рубинчиком. Только не оглядывайте. А что мне туда оглядывать? Что я там не видел? После этого была работа в фильме «Освобождение», снятом режиссером Озеровым. Ей доставались только эпизоды. Первую более-менее заметную роль актриса сыграла в фильме «Внимание черепаха» режиссера Ролана Быкова. Ее героиня – учитель начальных классов, на которую все дети хотят быть похожими. В начале 70-х Ирэн Айзер получила приглашение сняться в фильме «Большая перемена». Ей дали роль Люськи, возлюбленной Ляпишева. С этой картиной у многих актеров связан взлет в карьере. Она оказалась своеобразным стартапом. У Ирины также начался бум популярности. Ее регулярно зовут сниматься, и девушка охотно принимает все приглашения. Это я. Он будет дома через 30 минут. В эти годы выходят картины, идущие за горизонт, дорогой мальчик, акванавты, горожане. Не стреляйте в белых лебедей. Она также блестяще сыграла секретаршу Марту в лентах «Возвращение резидента» и «Конец резидента». А потом наступили 90-е, и наступил период затишья. Последней работой в кино стал фильм «Графиня», который вышел в 1991 году. За весь период своего творчества Ирина снялась более чем в 30 фильмах. 90-е стали для Ирэн серьезным испытанием. Фактически она осталась без работы, так как проекты, в которые ее поначалу звали, вызывали у актрисы полное отторжение. Надо было как-то выживать, и Ирина взяла в аренду небольшой ларек, где стала торговать женским бельем. За прилавком стояла сама, правда старалась оставаться неузнанной. Надевала парик и огромные очки на все лицо. Дела у нее, в общем-то, шли неплохо, однако в жизни все шло не так, как бы ей хотелось. Белокурая красавица никогда не знала недостатка в поклонниках. Даже некоторые режиссеры фильмов, в которых она снималась, пытались завладеть вниманием симпатичной актрисы. Она собиралась замуж за Владимира Достоля, но пока он был на съемках в Германии, Ирина решила, замуж торопиться не стоит. Даже Владимир Гафт не устоял перед обаянием молодой актрисы. Правда, она сама очень быстро поняла, что не сможет жить с человеком, рядом с которым чувствует себя глупенькой девочкой, не способной поддержать серьезную беседу о проблемах театра. Ролан Быков обещал жениться на Ирине. Правда, только в том случае, если она понравится его маме. К счастью, в то время актриса уже была замужем. И еще на третьем курсе она приняла предложение журналиста Юрия Сушкова-Шварца, от которого родила в 1975 году дочь Вику. Брак просуществовал всего несколько лет и распался из-за взаимной ревности супругов. Сотрясавшие семью скандалы никак не способствовали сохранению чувств, и в 1981 году супруги расстались. Спустя пять лет Ирина вышла замуж во второй раз, но прожили вместе с супруги всего 12 лет, после чего муж Ирины скоропостижно скончался. Ирина погрузилась в депрессию и начала злоупотреблять спиртными напитками. Дочь Эрен еще в 1992 году уехала с мужем и сыном в США, а в 2002 году свела счеты с жизнью ее сестра Диларам. В какой-то момент актриса решила, что в стране ее больше ничего не держат. Зато за океаном живет самый родной человек – ее дочь. Теперь Эрен Айзер живет в Калифорнии с дочерью и двумя внуками, а съемки в кино остались далеко позади. Эрен продолжает успешный бизнес, на этот раз в сфере недвижимости. Миллионное наследство отчима она так и не получила. В конце жизни Абдур-Риза Айзер смог вернуться в Иран. И когда здоровье его пошатнулось, он составил завещание в пользу дочерей – Ирен и ее сестры Диларам. Когда они прибыли в Тегеран в 1978 году, отец еще был жив, но вскоре его не стало. Вокруг смерти отца и его наследства ходило множество слухов. Некоторые издания писали, что его убили по политическим мотивам. Другие издания утверждали, что его убили родственники из-за наследства. В момент пребывания сестер в Иране в стране началась исламская революция. Сестры вместе вынуждены были бежать буквально под дулами автоматов. Несмотря на то, что Ирен была замужем, но ее пребывание в Иране не обошлось без любовного романа. Ирен не могла сдержать слез. В Тегеране оставался ее возлюбленный Парвиз, который сделал ее пребывание в стране похожим на причудливую восточную сказку. Он осыпал ее цветами и подарками, дарил какие-то невероятные драгоценности и предлагал забрать с собой в Москву чемодан с золотыми слитками. И он же помог быстро улететь из Ирана, когда разгорелась революция. Расставшись тогда, они больше не виделись, а наследством завладели родственники отца, которые, по мнению Ирины, приложили руку к его скоропостижной смерти. Также в некоторых изданиях писали, что отец положил все свои деньги и средства в швейцарский банк, но номер счета так и не оставил сестрам. Совсем недавно Ирэн давала интервью российским журналистам, в котором уверяла всех, что дела у нее идут хорошо. Сегодня она трудится над книгой воспоминаний. Если когда-нибудь все-таки появится на прилавках магазинов эта книга, то наверняка в ней будет больше подробностей о ее семье, отчиме и мужьях. Она не стала ни заслуженной, ни народной артисткой, но при этом никогда не прокладывала свой путь к славе интригами или оговорами, и уж тем более не считала для себя возможным выбивать себе роли через постель. Пусть она снималась не так много, как хотела бы, но при этом Ирэн Айзер может открыто смотреть в глаза собственным внукам. Пообещайте мне любовь, пусть безответную, Узнаю в облике любом ее приметы я. Пойду покорно наугад, куда поманите, И не сверну с пути назад, когда обманете. Пообещайте мне любовь, хоть на мгновение, Хочу изведать эту боль, как откровение. Я за собой сожгу мосты, не зная жалости. Я все прощу, но только ты. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста. Пообещайте мне любовь, такую нежную, И мир для нас родится вновь, Маня надеждаю, что прослилась живой водой, И песней грустною, любовь не может быть другой. Я это чувствую. Пообещайте мне любовь, хоть на мгновение, Хочу изведать эту боль, как откровение. Я за собой сожгу мосты, не зная жалости, И все прощу, но только ты. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста. Пообещайте мне любовь, такую вечную, Что будет длиться вновь и вновь до бесконечности. Пусть не сорвутся никогда слова отчаяния, Коль не минует нас беда. Пообещайте мне любовь, хоть на мгновение, Хочу изведать эту боль, как откровение. Я за собой сожгу мосты, не зная жалости, Я все прощу, но только ты. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста, люби. Пообещайте мне любовь, хоть на мгновение, Хочу изведать эту боль, как откровение. Я за собой сожгу мосты, не зная жалости, Я все прощу, но только ты. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста, люби.